Это красное кирпичное здание в самом центре Чкаловской так и называют Дом Бахчеванджи. Здесь перед войной проживал герой Советского Союза, выдающийся летчик-испытатель Григорий Яковлевич Бахчеванджи. Отсюда он отправлялся в командировки, где проводил опасные, рискованные, но абсолютно необходимые для совершенствования летной техники испытания первых реактивных самолетов. И потому именно здесь прошел митинг в честь 110-й годовщины со дня рождения великого авиатора. К этому дому пришли жители бывшего военного поселка, ветераны, военнослужащие Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, юноармейцы, представители руководства Щелковского городского округа. В годы Великой Отечественной войны, в тяжелые годы для нашей страны, для наших жителей и соотечественников Григорий Яковлевич продолжал испытывать боевую технику. Уже много лет прошло с того времени, как Григория Яковлевича не стало. Но мы свято чтим память. Память о бесстрашном воине, отважном летчике-испытателе. Летчике-испытатели 30-х – это особая каста. Ведь практически они своими испытаниями зародили эру космонавтики. Такие подвиги, которые совершал Григорий Бахачванжи, становились примером героизма. Они закладывали нравственную основу профессии военного летчика. Об этом на митинге говорил герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР Сергей Храбцов. У него в руках только собственный парашют. При этом он должен еще сбросить фонарь, вылезти из самолета, отделиться от этого самолета и раскрыть этот парашют. А полеты проходили до высоты 2000 метров. В процессе выполнения восьмого полета, после достижения скорости 800 км в час, самолет энергично перешел в пикирование с углом 50 градусов. И уже там ничего невозможно было сделать. Григорий Бахачванжи был похоронен под городом Свердловском, ныне Екатеринбург. В 1987 году в честь него названа платформа 41-й километр на Ярославском направлении Московской железной дороги, поблизости от военного аэродрома Чкаловский и Звездного городка. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...